В совхозе имени Ленина прошла встреча с главным акционером ЗАО, ООО «Рота Агра». По информации депутата Валерия Рашкина, это одно из многочисленных предприятий группы компании «Рота», депутата Государственной Думы Единоросса Дмитрия Саблина. Для того, чтобы откреститься от репутации рейдеров, председатель Совета директоров ООО «Рота Агра» Павел Бурлаков предложил судить об их компании не по слухам, а по делам. По поводу рейдеров или не рейдеров, я еще раз говорю, наверное, рейдеры не закупают там овец, не закупают коров, не водят ежегодно 300-600 гектаров земли, поэтому я считаю, что надо судить все-таки по конкретным делам, а не по тому, кто что сказал. Сейчас мы воспользуемся его советом. Чтобы не говорить о многочисленных фирмах-прокладках, в фильме мы будем рассказывать о главном выгодоприобретателе всего ГК «Рота» Дмитрия и Али Саблина. Примерно в 2003 году, получив контроль над подмосковным племенным колхозом имени Горького, который на тот момент был миллионером, компания «Рота» принялась банкротить колхоз и выводить его земли из сельскохозяйственного оборота под застройку. В итоге на месте теплиц колхоза возник микрорайон Новомолокова, а на когда-то пахотных полях вырос район пригород Лесное. Действующий на тот момент губернатор Московской области Борис Громов в интересах своего советника Дмитрия Саблина одним розчерком пера выводил земли из сельхозоборота. Но аппетиты у нашего героя в освоении подмосковных земель росли. Видимо, поэтому спустя некоторое время было решено засыпать даже озеро вблизи села Остров. Как всегда, все обставлено так, чтобы замести следы, ведущие к самому Саблину. Владельцем участка, на котором расположено озеро, по документам является ООО «Богданиха-Лэнд». Ее учредителем является ООО «Перспектива-Лэнд» – долей в 66%, которой владеет гражданин Архипов Олег Николаевич, а долей в 34% – ООО «Рота». В свою очередь долей ООО «Рота» в размере 90% владеет депутат Государственной Думы РФ Саблин Дмитрий Вадимович. Арендатором участка является ООО «Научно-производственное предприятие агротехнологии». Так вот, 9 декабря 2019 года по заказу ООО «НПП-Агротехнологии» федеральным государственным бюджетным водохозяйственным учреждением Центр-регион-водхоз было проведено обследование указанного водного объекта. И по итогам выдан отчет, что, внимание, водный объект является предположительно образованным мелиоративным способом, то есть образовался из-за сбора дождевых и талых вод. На основании этого документа о агротехнологии был подготовлен проект рекультивации участка, предполагающий засыпку водоема. На основании проекта рекультивации в фирме администрации Ленинского городского округа был выдан ордер на проведение земляных работ. И к озеру потянулись многочисленные грузовики, вывозящие в том числе строительный мусор от Собянинской реновации. Местные жители пытались помешать этому процессу. Даже фиксировали предположительно захоронение тел умерших животных, небрежно упакованных в строительные мешки. В начале октября 2020 года Союз активистов Ленинского городского округа попросили вмешаться в процесс депутата Московской областной думы от КПРФ Наумова Александра Анатольевича. Состоялась встреча с жителями, на которой присутствовали представители местной администрации. В чем ситуация заключается в следующем. Земли, это нашего владельца здесь всех землей, Саблина Дмитрия Владимировича, который он сдал в аренду. Существует сейчас документ, который регулирует якобы рекультивацию под будущий питомник растений. Но на территории находится озеро. Собственник ли, либо арендатор получили заключение от Федеральной службы водного хозяйства о том, что это зона миллиардативного сбора осадков и талых вод. Мы же получили заключение о том, что это озеро. Несмотря на это, водный объект продолжает засыпаться днями и ночами, то есть в нарушении водного кодекса РАС. А сколько он уже засыпается времени? Ой, он засыпается очень давно, там уже акватории засыпано практически половина. У них соглашение с департаментом по строительству, то есть Москвы. То есть эти рекультиванты, как они называют, они везут с Москвы. Там лежат углы дома, углы. Вот представляете, угол пятиэтажки. Угол в полном объеме, даже проект нашли его здесь. По генеральному плану, который скандально принимался, да, и ПЗЗ, эта зона либо входит, либо граничит все единственной зоной на территории упраздненного СП Молоковская, значит, та, которая касается рекреации. По факту это является водным объектом естественного происхождения, питаемого ручьями, да, родниками. И, казалось бы, по водному кодексу там запрещена любая его там засыпка, его там, его самого, водной глади, его прибрежных зон и так далее. А по бумагам, по бумагам, получается, что водоема нет, и поэтому можно засыпать. Это все вот это за... Это все было... Его уже практически нету, да. Нет, почему? Ну, он в ту сторону, но там очень большой. В ту сторону. Совершенно разные грунты, строительный... То, о чем мы говорим, споеный пирог. Строительный мусор, ну и к тому же, если вот так вот получается, что здесь ручьи, которые соединяются, то есть, ну, я не знаю, там подтапливать будет действительно очень серьезно. Будет обязательно, потому что... Потому что вода-то куда-то нужно и одеваться. 16 октября 2020 года Союз активистов был письменно уведомлен об отзыве заключения Федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения Центр-регион-водхоз из-за выявленных неточностей. Было установлено, что озеро связано с наполняющими его ручьями и питает своими водами реку Москва. Неизвестно, каким последствиям могло бы привести строительство на этом месте домов. Может быть, они стали уходить под землю, как это на днях произошло в Брянской области из-за вымывания грунта. Дом ушел под землю вместе с бабушкой. В ведомстве уточнили, что произошло обрушение части жилого одноэтажного дома, в котором живет два человека. Благодаря этой истории мы можем предположить, что может сделать так называемый главный акционер ЗАО совхоз имени Ленина «Рота Агра» с прудами, расположенными и в нашем поселении. С такими зверскими аппетитами «Рота» может засыпать и построить на их месте человеники, и при этом и глазом не моргнет. Хотим ли мы этого? Думаем, что ответ очевиден – нет. Вскоре вас ждет новый рассказ о других делах роты. Ведь Павел Бурлаков сам призывал нас судить о них по их делам. Следите за нашими публикациями, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был ТВ Совхоз. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok